Близкие Юлии Скрипль, которая вместе с отцом пострадала от отравления неизвестным веществом в британском городе Солсбери, обратили внимание на странное поведение ее жениха. Мужчина исчез сразу после того, как стало известно о несчастье, постигнувшем возлюбленную. В истории отравления Сергея и Юлии Скрипль продолжают оставаться белые пятна, как связанные с поведением британской стороны, так и относящиеся к самим пострадавшим. Так, журналисты и близкие семьи обратили внимание на странное поведение любовника отравленной в Солсбери девушки, пара счастливо прожила несколько лет, готовилась узаконить свои отношения, а также завести ребенка. О таких планах своим родным рассказывала Юлия Скрипль, она делала ремонт в квартире. Одну комнату готовила под детскую, цитирует телеканал НТВ и сестру Юлии Викторию Скрипль, за все работы Юлия платила сама. Очередную часть платы 50 тысяч рублей, она не успела передать парабу из-за отъезда в Великобританию, деньги девушка пообещала передать через своего жениха Степана. Однако то, как он повел себя, вызвало очень много вопросов. Он приехал к парабу сразу после отравления, 6 марта отдал ключи от квартиры со словами «Ты меня не знаешь, ты меня не видела», рассказала Виктория Скрипль. После этого молодой человек исчез. Он даже не попытался выйти на связь со следственным комитетом, который ведет расследование покушения на убийство его невесты. И сам Степан, его поведение очень подозрительное. Если ты три года прожил с женщиной, заявлял, что хочешь жениться, и тут с ней такое горе случается, то куда ты пропал, удивилась двоюродная сестра Юлии. Она добавила, что незадолго до несчастья девушка получила по наследству крупную сумму денег. Виктория Скрипль считает, что попытка завладеть ими, а также недвижимостью ее сестры могла быть настоящей причиной покушения.